Владимир Акульшин ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Закончив только 9 классов, попал в 54-ю армию 3-го Прибалтийского фронта, затем служил в артиллерии. После того, как фронт расформировали, был переброшен на 4-й Украинский. Дошел до Праги, где и застал окончание войны. У нас война кончилась на 4-м Украинском фронте несколько позже. Вообще все празднуют войну, конечно, 9 мая. А мы были в движении, получалась там часть немцев, а тем более венгры, румыны сдавались. Но эсэрсовский корпус Шерлера, по-моему, он сопротивлялся примерно до 11-го, 11-го числа. И мы начали стрелять вверх эти самые из автоматов или из другого оружия, потом уже не нужны стали, уже числа 11-го и 12-го. У Владимира Акульшина немало наград. Среди них есть орден Отечественной войны 2-й степени, две медали за боевые заслуги, медаль за победу над Германией. Владимир Акульшин участвовал в освобождении Праги. Вспоминает, как их встречали чехи. Вот это стояли целые эти самые шпалеры людей. Наздар, Наздар. Наздар да здравствует. Так встречали хорошо наши чехи, наши друзья. После девяти классов школы Владимир Акульшин неплохо знал немецкий язык. И к нему в конце войны нередко обращались как к переводчику. Знания языка пригодились и после войны. В 1946 году Владимир Акульшин сдал экзамены за 10-й класс. А в августе 49-го года был зачислен в военный институт иностранных языков советской армии слушателем. Работал Владимир Акульшин и в Рязанском училище ВДВ заместителем начальника кафедры иностранных языков. Сейчас он полковник в отставке.